друзья всем привет подарили вам букеты ну в моем случае это розы я никогда их не выкидываю когда они начинают уже вянуть сначала я их пытаюсь реанимировать они у меня долгое время стоят но потом когда уже все я все равно не выкидываю первое это я отделяю стебли и лепестки лепестки я помещаю для того чтобы сушить и дальше можно их использовать или для приготовления цветочной розовой воды или для приготовления чая также из лепестков можно сварить варенье в прошлом году я варила варенье но а стебли конечно же можно попробовать укоренить я много раз это дело получается неплохо и вы моих видео можете это видеть укоренить розы из букета достаточно просто главное было бы желание не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео я подготовила черенки сверху у меня прямой срез оставляю три почки а снизу у меня такой косой средств но это все наверно знают листочки практически убираю потому что если они стоят в воде то они начинают загнивать лучше их убрать сверху если они есть то можно оставить но тоже укоротить и каждый день я их промываю пока не перевезла на дачу и не буду уже укоренять сейчас у меня просто нет времени но если у вас есть время то можно и сразу отрезать подготовить и сразу поставить грунт укоренять как укоренять я показываю десятки раз укореняется очень просто легко в этом вообще проблем нет если интересно то напишите под видео хочу видео про укоренение обязательно сниму эти розы я также буду принять на даче а сейчас они у меня временно пока стоят в воде но воду нужно менять каждый день потому что она очень быстро портится если у вас есть возможность то сделайте и вовую воду про этого наверное тоже знаете если не знаете напишите под видео друзья сейчас я вам покажу как сделать розовую воду из лепестков роз это кофеварка обычная плотно набиваем можно даже порезать лепестки роз в это отверстие куда мы помещаем кофе сюда воды закрываем мы ставим на огонь даже все просто вода будет кипеть проходить через лепестки и в здесь сверху будет розовая вода сейчас я хорошо высушу лепестки и когда они подсохнут главное не сушить на открытом солнце и когда они хорошо подсохнут можно смешать с черным чаем и будет у вас вообще шикарнейший чай который действительно стоит больших денег а вы сделали буквально ну понимаете о чем я вот сейчас они меня уже начинают подсыхать друзья розовая водичка готова это гидролат по-другому я переливаю посуду нужно будет дать остыть представляете сколько здесь полезной классной воды и этот гидролат розовую водичку можно из использовать вот откройте рецепты посмотрите и в масках и в тониках и где только угодно просто можно открыть например рецепты с розовой водой и вы найдете кучу интересных необычных рецептов и это очень полезно нужно ну классно же и кстати если вы забьете гидролат розовой воды знаете как дорого стоит а вы буквально там из ничего сделали друзья вот так я использую лепестки роз напишите под видео может быть у вас есть свои необычные советы я написал как я использую очень уж жалко мне их просто выкидывать а вам до следующей встречи всем пока пока